Есть такая команда Куба-200 и Куба-300. И там уже перевязываешь, пока успеваешь. Чем быстрее человеку показали первую медицинскую помощь, чем быстрее он оказался в госпитале, тем, соответственно, больше шансов того, что убежит. Олег Конышев – участник специальной военной операции. На фронте был санинструктором с по жизни восьми бойцам, выводя их из-под линии фронта и оказывая медицинскую помощь в условиях, когда над головой свистели пули и неподалеку взрывались снаряды. Свои поступки геройскими не считает. Говорит, фронтовики должны вести себя скромно. Как сказал один хороший человек, герой России Алексей Романов, генерал, он сказал так, ребята, фронтовик, это звучит гордо. И поэтому, с одной стороны, это звучит гордо, с другой стороны, вы должны соответствовать. И поэтому ведите себя так, чтобы за вас не было стыдно. Мы должны следующему поколению, которое не увидело тех, кто был ветеранов Великой Отечественной войны, они должны понять, что на самом деле в каждом из нас есть гены победителей. Олег Конышев вместе с другими участниками ИСВО и ветеранами боевых действий в Афганистане и в Чечне пришли на встречу, чтобы рассказать о ситуации на передовой, о мужестве и героизме российских бойцов, о том, как сильно греют душу письма, написанные неравнодушными людьми, о том, какую неоценимую поддержку оказывает любая гуманитарная помощь. Не надо ходить далеко. Мы сейчас ничему новому их не учим. Мы просто пытаемся в них опять же взрастить, возбудить то, что было раньше. Гуманитарные грузы продолжают собирать и отправлять людям, оказавшимся в непростых условиях. Мурманская область, как и другие регионы большой страны, помогают чем могут, по зову души. Участники встречи рассказали студентам и кадетам и про караван 51. Гуманитарный конвой за всем необходимым. Медикаменты, носилки и коляски для инвалидов, рации, квадрокоптеры, продукты питания. Появляется больше веры в победу, так как люди рассказывают, что их поддерживают, о них не забывают. И люди, которые там сейчас находятся, я считаю, это люди-герои. Встречу провели в формате живого диалога. Помимо своих историй, бойцы, вернувшиеся из зоны СВО, ответили на все вопросы ребят.